Всем привет! С вами снова портал Инсургент и с нами в эфире барабанщик Александр Потапов. Всем привет! Ну, хотелось бы поподробнее услышать о ваших проектах, в которых вы участвуете. Ну, в данный момент я играю на шоу «Вечерний Ургант» в составе группы «Фрукты». Также в списке проектов у меня «Гуру Групп Фондейшн» и «Баста». А если можно подробнее о направлении? «Баста», а не «Басков». Это важно. Да, это очень важно, потому что музыка разная. Хотелось бы именно о стилях услышать, вот какие вы играете. Ну, на самом деле приходится в разных стилях работать, потому что на том же «Вечернем Урганте» очень разношерстный, так скажем, материал, и приходится как-то, да, и рок, и поп, и хип-хоп, и все что угодно. Как-то так. А есть ли какие-то любимые, вот самые-самые стили? Ну, я ближе к хип-хопчику как-то туда. Скажите, пожалуйста, ваши впечатления о сегодняшней выставке? Я сегодня был в жюри на конкурсе барабанщиков. Отлично, все класс, очень громко. Хорошие были молодые ребята, которые были в группе до 16 лет, барабанщики. Отличное подрастающее поколение. Прям скоро будут наступать на пятки, пора бежать заниматься. А из более старшего поколения были участники? Да, конечно, были. Было три категории. Девушки, мальчики до 16 и старшие. Девушки на ударных. Девушки на ударных. Это красиво. Очень интересно именно услышать, ваше мнение профессиональное, различается ли игра мужчина-барабанщик, женщина-барабанщик, стиль игры. Бывает так, что и не отличишь. Так что все на уровне, все на уровне. А звукоизвлечение? Все в порядке со звукоизвлечением у девушек. Все работает, все плотно. Здорово, очень интересно. Приобрели что-нибудь на выставке для себя? Пока нет, пока нет. Так еще посмотрю. А как ваше впечатление о публике? Вы первый год или постоянно? Я первый год на выставке ни разу не был. Завтра буду играть на стенде компании «Сонар». Мастер-класс? Не мастер-класс, а небольшой сетик такой экспериментальный сыграю. Проходите, будет интересно. Большое спасибо. Обязательно придем. Ближайшие планы творческие. Ну, не знаю. Было бы неплохо какую-то сольную пластинку выпустить. Работаем над этим. А как ты думаешь, что вы делаете на сцену? Это было так давно. Мне не задавали вопросов. Просто определили в музыкальную школу и там все закрутилось. Сольная? 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 Не, я хотела спросить просто. Ты заинтересовала сольная пластинка? У вас уже есть какие-то готовые композиции? Есть, конечно. Ну, есть какие-то наработки, но нужно на это просто уделить время, которого не хватает. Ничего как-нибудь... Есть какие-то темы, да? Вот образы, да? Ну, конечно. Ну, есть какой-то материал, но он, скажем так, в работе. Вот. Как будет только свободное время, буду заниматься этим. Есть ли мечта сыграть с какими-нибудь музыкантами из любых коллективов? Да так сразу и не скажешь, что не знаю. Никто не приходит в голову сейчас. Ну, спасибо вам большое. Да, вообще не за что. Успехов. Спасибо. Надеюсь, что мы услышим вашу сольную пластинку, потому что... Я тоже найдусь. Очень интересно. На самом деле, когда соло-барабанщик, потому что мелодические звуки ударные, ну... Все будет, все будет. Интересно, какие образы можно передать в композиции на ударных? Ну, это будет какая-то... Ближе, наверное, к электронному куда-то такому звучанию, просто с небольшим акцентом на партию ударных. Как-то так. Вечерний орган. Вечерний орган. Вечерний орган. А как вы попали на вечерний орган? Да, как-то так, просто. Позвонили, предложили. Понравилось работать в таком масштабе? А? Понравилось работать в таком масштабе? Да, работа очень интересная. Не приходится скучать. Каждый раз какие-то люди новые. Ну, это клево. Вы советовали молодому музыкану? Да, я думаю, что все же советуют одно заниматься и... Ну, а иначе ничего не получится. Сколько же сам день надо заниматься? Не знаю. Это тоже вопрос, как ты и чем занимаешься. Можно сидеть весь день и ничего не добиться, если ты как бы неправильно что-то делаешь. Желательно заниматься с педагогом, который бы следил за твоим развитием. А вы преподаете? Нет времени на это. А планируете в дальнейшем? Не знаю, если график подразгрузится, почему нет. Ну, частенько спрашивают. Но ввиду графика не могу. Есть ли запоминающиеся моменты на выступлении? Что-то, что особо врезалось в память, в сердце? Ну, из последнего, наверное, концерт в Олимпийском с Бастой. 35 тысяч человек, сумасшедшие эмоции, просто разрыв. Как в власти попали? А как в твои сказки? Так же, как и везде. Как везде люди попадают куда-либо. Тебе... Прослушание? Нет, не прослушание, просто... Какие-то знакомства. Еще какие-то вопросы? Нет, у нас только пожелания, успехов, ростов. Потому что рост это бесконечно. Да, предела нет. Бесконечно можно совершенствоваться. И побольше вот таких вот ярких эмоций на выступление. Спасибо большое. Спасибо вам большое за интервью. Пока. Спасибо.